Тыр-тыр-тыр, погнали! Всем привет и добро пожаловать на мой канал, с вами Турбо Ёж. Ну что ж, мы продолжаем проходить игрушку Firewatch. И, значит, это уже у нас вторая часть получается, да? В первом ролике мы, значит, стали работать лесничим, смотрящим за лесом. Было очень интересно. Наш дом, как вы помните, в конце кто-то размотал. Или те две бабы, которых мы застукали, или еще кто-то, не понимаю. Ну, в общем, мы продолжаем, значит, проходить эту игрушку. Всем, кому нравится, присоединяйтесь и погнали! Так, давайте еще раз осмотримся. Взять книжек какая-то, бросить. Нахер бы она мне нужна. Обнаружение огна, пока у нас пусто. Настольная лампа. Кстати, эти фейерверки можно взять. Конфисковать. Это мне пригодится. Шишка. Шишка у меня своя есть, мне не нужно ничего. Виски. Вот это можно. Заберем. Только интересно, куда он складывает. Потому что рюкзак, вот он. Ну что, давайте берем, наверное, рюкзачок. Или так можно открыть. Рюкзак что, не будем брать? А, он сам, оба автоматом, все время забываю. Есть. Ну, так. Рация у нас, значит, пока молчит. Карту давайте глянем. Проверьте линию связи к серверу от ущелья. Да, вот так вот нам нужно сделать. Проверить линию связи. К северу от ущелья. В общем, нам куда идти? Сейчас давайте осмотримся. Осмотримся. К северу от ущелья. А нам нужно сначала подойти к ущелью. В общем, к тому ущелью, через который мы, в принципе, возвращались. Когда убегали от этих двух разъяреных бабусик. Давайте спускаемся вниз и погнали. Так. Спускаемся. Вперед. Тише, тише, тише. Осторожно. Давай, чешем вниз. Прикольная графика. Прикольненький сюжетик такой. Мне понравился. Еще раз смотрите, покажу. Классно, да? Очень классно. Так, мы пришли вот, кажется, вот отсюда вот. Давайте опять пойдем по этой тропинке. Я могу, кстати, включить фонарик. Но он почему-то хреново с ним видно. Очень плохо. Придется без него тогда. Так, откуда мы пришли? Кажется, откуда-то вот отсюда, да? Сейчас посмотрим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, кажется, отсюда. Помните, там еще через пещеру проходили? Холодный туман. Похож на обман. Синий туман. Что такое? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Пойдемте здесь вот попробуем пройти. Тут озеро. Нет, мы, похоже, не туда пришли. А, смею предположить, что ты попал жертвой масштабной компании лесной службы. Это к вопросу о том, как ты тут оказался. Ответ. Вот так вот. А я увидел вакансию в газете и решил, почему бы и нет. Почему бы и нет? У меня нет связи и с жизнью. Лучше проведу оставшиеся годы в полном одиночестве. Что-то вроде. Из-за событий прошлого лета финансирование лесной службы увеличили, и мы смогли позволить себе рекламу. Рада, что она сработала. А что случилось с прошлым летом? Что я обязан этому так? Эм, удачей? Ну и, ну, федеральное правительство почти позволило национальному парку Йеллдстоун сгореть дотла. Припоминаешь? Ммм, нет, не помню. Йеллдстоун уже в 15 милях отсюда. Почему они это сделали? Ну, если вкратце, то за последние 60 лет мы очень хорошо справились с предотвращением лесных пожаров. А зачем 15 лет спустя они решили, что лесные пожары на дикой местности вроде Йеллдстоун должны выиграть сами? Вот что они сделали. Поверить не могу, что ты про это не слышал. Были сообщения, что сгорел весь парк целиком. Дэн Розер, который в вечерних новостях заявлял, что президенту Рейгану всё равно. То есть, а что ему нужно было делать? Спекировать в центр пожара? Болтовня. Так что им следовало делать? Даже не знаю. К тому моменту, как ребята из Йеллдстоун поняли, что маленькие пожары сами не погаснут, сгорело уже более 40 тысяч гектаров. Это Йеллдстоун, понимаешь? Люди не хотят этого касаться. А мы этого касаемся каждый божий день. Ну, эй, я получил надбавку 30 центов в час, чтобы не позволить очередного вязка. Как будто весь парк может сгореть дважды. Так, я пока заблудился, народ. Куда идти мне? Я пока заблудился. Так, в кусты залез. Пришли откуда-то отсюда вот. Или отсюда. Спуститься не могу. В карте я не очень разбираюсь. Вот здесь, значит, озеро мы туда ходили. Вот здесь мы. И почему-то у нас отметки нету почему-то. Вудленд, Рокки Импайс, Мэш Фалс, Лайк Ривер, Плэйн. Почему отметки нету? Или просто-напросто я не понимаю. Куда нам нужно? На север, значит, идти, да? Туда он, что ли? Давайте попробуем. Опять перевернулся. Да, торт я еще с Усанин, кстати. Я хочу вспомнить. Да, вот откуда-то отсюда мы... Откуда-то вот отсюда мы с вами пришли. Да-да-да-да-да, вот отсюда вот. Ну-ка погнали. Фонарик. Здесь я могу спуститься? Пробел вниз. Да, вот так вот, давай. Опля. Еще разок. Прыгай. Опля. Готово. Понеслась. Есть. Фонарик вообще просто не подсвечивает ничего. Это жесть какая-то. Вообще ничего не видно. Может быть просто светло еще? Не понимаю. Так, спускаемся, потом нам кажется налево нужно. В принципе, я дорогу запомнил. Без карты пойду. Да, вот так вот отсюда мы пришли. Здесь поднимали. Здесь сейчас можно перепрыгнуть прыжок. Давайте карту посмотрим. Все-таки. Мы, значит, вот здесь вот. И точка зеленая отмечена. Туда, наверное, идти. Хер его знает. Погнали пока что. Пока что пойдем по тому пути, который я запомнил. Потом вниз. И налево мы пойдем через ущелье, кажется. Да, кажется, вот здесь вот. Туман. Что-то я очкую вроде холодный туман. Сообщите о тумане. Дайте сообщим. Здесь вообще-то довольно прохладно. Вот пещера. Все так, но быстро теплеет. А в Болдере утро холодное. Верно? Угу. Именно. А чем ты там занимался? В смысле, какая там жизнь? Нормальная там жизнь? Ну, подошли до пещеры. Вот они, ворота. А, сообщите о запертых воротах. Эта пещера закрыта. Это чтобы следа спелеологи не погибали от того, как сперва взять ключ у лесного охраны. Хотя Дебби сказала, что потеряла их 3 года назад, так что, возможно, ее загадка останется под замком. Ах, черт. Ага, но может быть ты отыщешь другую и утолишь там свой голод. Но так это удобно рядом с домом. Ой, прости, Хэнк. Слушайте, ворота-то мы не откроем, правильно? А мне нужен ключ. Где его взять? Закрытые ворота. Ладно, погнали. Открыть пока не можем. Нам нужно найти разорванную линию электропередачи, я понимаю, да? Что у нас здесь? Ящик с припасами. Ничего нету. Мы здесь уже, кстати, его обыскивали, брали все. Сообщить я ничего не могу. Карту посмотрим давайте еще разок. Находимся мы вот здесь вот. Куда нам идти? Может быть, вот смотрите, вот эта вот линия зеленая. А, телефон-лайн. Да, вот телефонная линия. Нам нужно, кстати, сейчас мы пойдем, значит, по ущелью. Должны, по идее, прийти именно к этой линии электропередачи. Опять я shift жму по привычке. Бежать. Но этого не нужно делать. Ущелье. Можно сообщить. Итак, я держался ли в пещере, сейчас я прохожу через громовое ущелье. Не вижу здесь никаких проводов. О, нет-нет-нет. Похоже, что ты повернул на восток к озеру. Чонси, тебе нужно идти от пещеры прямо на север. А, понял. Так, от пещеры прямо на север. Документы, записки на тап. Дальше. Похоже, что нужно вот в эту вот сторону идти, правильно? Ну-ка, давайте посмотрим. Смогу здесь пройти? Нет? Проверим. А вот тропинка какая-то есть. Да. Расчистить. Есть. Нашел ход. Отлично. Давайте еще раз посмотрим карту. Все верно. Вот она. Значит, тропинка. Вот здесь вот, смотрите, зеленым отмечены линии электропередач. Погнали. Дойдем до них. Все-таки непривычные кнопки вот бежать на R. Карту вот на M. Конечно. Вон линейнг я вижу уже. Непривычные кнопки поставлены. Ну, конечно, можно изменить, но я не буду этого делать. Вон они, линия. Надеюсь, что нам именно сюда. В какой-нибудь... Так, стоп. Я вижу провод. А я вижу провод, о котором ты говорила. Отсюда кажется, что-то с ним все в порядке. Последний... Проследуй вдоль него до конца, если возможно. И можешь проверить, что там случилось. Понял. Давайте. В общем, быстрее сказать, не читай субтитры, чем прочитать субтитры и ошибиться. Ладно, давайте пойдем вдоль этих линий электропередач и посмотрим, что же там случилось. Очень интересно. А вот провод валяется. Вот он. Или нет? Слушайте, здесь вот какой-то лагерь небольшой есть. Давайте проверим его. Или что это такое? Старый туалет. Сообщим. Вот так вот. А слушай, я нашел постройку, которая вроде когда-то была туалетом. Эй, тебе не нужно разрешение, чтобы посрать. Но используйте заброшенный стартер на свой страх и риск. Я имею в виду, я на нужном месте? А думаю, эй, провод идет довольно далеко. Иди за ним прямо до вершины медвежьего клыка. И если он не повреден, повернешь обратно домой. Если он не повреден, вы можете лопать обратно домой. Понятно. В общем, погнали дальше. Я думал, вот этот провод висит на камне. Оказывается, нет. Ну, погнали. Пойдем по тропинке. Тропинка у нас, значит, вот она ведет, да? Вот сюда вот. Пробел. Нам нужно дойти до вершины медвежьего клыка. Такое вот название интересное. Слушайте, довольно далеко, да? Слушайте, карта огромная. Но, в принципе, не так сложно запомнить путь, по которому ты шел. Я, например, без карта дошел. Так, бежим. Вот так вот пройдем. Здесь вот можно где-нибудь пройти? Давайте срежем. Потому что там, смотрите, он заворачивает. Что такое? Кстати, можно было сообщить о чем-то. Что за звуки? Я очкую. Почему никакое ружье не выдается охраннику лесничему? Очень странно. Так, вот здесь вот можно, наверное, пройти. А голода у меня нету. Хотя, вы помните, в первой части нашли шоколадку. Можно было ее съесть. Столб, вот он. А, да, провод здесь. Правда? Молодец, что заметил. It's like a do-no. Так, у нас здесь без перевода. Я пойду проверить, что с ним. Изучить линию коммуникации вблизи. Мне нужно туда залезть. Понятненько. Видите, даже сабы до конца не перевели. Так, нам нужно найти какой-то проход. Как-то туда забраться. Возможно, это сделать или нет. Посмотрим. Здесь мы... Нет. Здесь тупик. Давайте тогда обойдем с другой стороны. Или можно где-нибудь здесь вот залезть по камням. Посмотрим. А можно забраться? Нет. Нет, тоже нельзя. Здесь тоже. Здесь тоже. Ага. Я думаю, что здесь будет веревка у нас. Открыть. Пароль у нас стандартный. 1, 2, 3, 4, если вы помните. 3, 4. Открываем. В принципе, правильно так сделать, чтобы не забыть, не запутаться. Карта. Можно обновить. Сейчас, то есть, отметку он поставит, да? Карта обновлена. Ящик с предпасами. Шишка. Доска вот есть, кстати. Можно доску взять. 6 футов под землей. Что мне с ней делать? Херня. Ух ты, это что такое? Книжка. Осмотреть. Херня тоже. Выбросить. Шишка. Выбросить. Ну-ка еще открывай. Я думал, здесь веревка будет или еще что-то. И вообще ничего нет. Что такое? Ну все, закрыли. В общем, давайте искать путь. Прыгнуть. Через который мы сможем подняться к вершине. Вау. Класс. Наверное, вот здесь вот все-таки нам нужно проходить. Просто идти по проводу. И я думаю, что сможем забраться наверх. Тропинка как раз идет параллельно этим проводам. Пивная банка. Нам не нужна она, в принципе. Давай, прыгай. Опля. И поднимаемся наверх. Кустики. Камушки. Столб. А мы не можем ни с кем связаться, кроме как с помощью этих проводов? Что ты еще предлагаешь? Думовые сигналы? Ситуация звучит не очень хорошо. А в общем, она говорит, что если не будут выходить на связь с другими пару дней, то будут проблемы. Вот и провод валяется. Нет, это тень. Я все смотрю, когда он будет валяться. Баночка. Нахер. Такс, вот он. Изучить. Его кто-то отрезал, кстати. Интересно. Так, надо сообщить, может быть, или... Нет, я не могу сообщить, кстати. Увеличить. Можно. Гоу хелл. Убирайся в ад. Написано на труселях. Могу здесь где-нибудь забраться? Банки еще валяются. Здесь что-то могу пройти? Нет, и прыгать я не могу. Очень странно. Вот, сообщить. А провод в этом месте определенно поврежден, я его нашел. Да, только вот, не похоже, что это из-за ветра. Похоже, что его кто-то порезал намеренно. Он полностью порезан, и рядом куча пивных банок, тех же, что пили те бабы. Еще они оставили нам сообщение. Эти идиотки поплатятся. Они понимают, что из этого могут погибнуть люди. А что, если что-то случится с одним из моих дозорных, пока такое происходит? Не дай бог, в этот момент начнется пожар. Что ты собираешься делать? Я хочу, чтобы ты их нашел. Найти подростков. А потом что? Я так далеко не думала. Хотя, неправда. Все, что приходит в голову, незаконно. Поделись. Да что? Я пришел сюда за глотком свежего воздуха и приключениями. Так что там у тебя? Думаю, я просто хочу, чтобы ты нашел их и испугал до смерти. Ага, я бы сделал страшный костюм призрака, но они украли мое белье. Не знаю, подожди, пока они уйдут, а потом разгроми их лагерь. Да так, чтобы девки-тинейджеры убежали к мамочке и папочке. Ха-ха-ха-ха. Я найду их. Спасибо. Но мне нужно повысить зарплату. Не надейся. Я бы вернулся к вышке и поискал что-то, что выведет тебя к ним. Ну, они фанатки Red Eagle. Отлично. Попробуй найти путь, по которому они ушли отсюда. Может быть, они обогнули место с другой стороны в сторону озера. Сомневаюсь, что они будут там же, где и вчера, но они точно не могли уйти далеко. Ладно, давайте искать этих прошмандовок двух. Значит, пойдем по банкам, наверное, пивная банка. Слушайте, они идут, везде потирают, кидают банки из-под пива. Взяли, разгромили жилище нашего героя, на котором мы играем. Да-да-да, не побоюсь этого слова. Взяли, перерезали провод. Это жесть какая-то. Давайте карту посмотрим. Найти подростков. Мы находимся... Где мы, где мы, кстати? Ага, мы здесь. Нам нужно дойти до озера. Погнали. Закрываю карту. Побежали. Ага, опять пивная банка. Ну, алкашки. Говорю, две прошмандовки. Ха-ха. Может быть, мы их найдем и отведем в наш домик на сваях, который стоит. Было бы неплохо, неплохо, если вы понимаете, о чем я. Так, спускаемся вниз. Опля. Готово. Что у нас здесь? Припасы региона Торефер 320 метров. Озеро Джонси 3,2 километра. Здесь есть какие-то припасы, кстати. Можно сгонять, посмотреть. Где-то вот здесь вот должен быть, по идее, ящик, наверное, да? Попробуем его найти. А, здесь пусто, пусто, пусто. Где этот ящик? Где этот чертов ящик? А, вон он, желтый. Нет. Ага, вот он. Проверим ящичек. Открыть. 1, 2, 3 и 4. Посмотрим, что здесь. Зеленый, не желтый. Интересно. Так. Пусто. Что-то бред. Пустое, что ли? Еще нету. Блин. Так, озеро, значит, у нас внизу, по идее, да? Нет, не внизу, слушайте. А где оно? Давайте возвратимся назад. И пойдем в другую сторону. Я думал, ящики чего-нибудь будет, но он оказался пустым. Жалко, конечно. Но хер ли сделаешь, правильно? Если я могу спуститься. Нет, высоко. И пойдем, значит, в другую сторону. Одна из этих. Двух. Маленьких. Девчуль. И надрать им задницу. Вернее, как она сказала, разгромить их лагерь. О, как я пробежал. Что такое? Рюкзак. А здесь оставленный кем-то рюкзак. Да, он одного из подростков? Нет, похоже, что его забыли довольно давно. Ну, ты всегда можешь проверить его на наличие продовольствия. Конечно, проверю. Смахнуть. Опля. Так, давайте его посмотрим. Что там есть? Опа. Фотик. Класс. Пригодится. Веревка! Наконец-то! У меня теперь завалились веревки. В рюкзаке ее было полно, в неплохом состоянии, кстати. Повезло. А здесь так много веревки, что я могу оставлять ее на креплениях. О, заценим, в рюкзаке также был один из этих картонных анаразовых фотиков. Пленка еще осталась? Ага. Он всего два-три раза щелкал. Круто, тядь. Спасибо Брайну Гудвину. Стоп, кому? На сумке была нашивка с именем Брайан Гудвин. Эм, ого. А ты знаешь его? Да, просто я не слышал этого имени уже несколько лет. Ответ. Он был дозорным? А, вроде того, наверное. Он жил в двух тропах. Твоей вышке со своим отцом недалеко три лета назад. Сюда разрешено водить детей? Нет, я не ярый верженец правил. Они уехали в середине лета. Можно еще. Почему? Куда они ушли? Не знаю. Я не очень общалась со стариной Нейдом. И в один день они просто взяли и пропали. Отстой. Нажмите С, чтобы использовать фотоаппарат. Класс. Так, я могу фоткать, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет-нет-нет, больше не буду. Не знаю, мне предстоит долгий путь. Могу и заскучать. То есть там ограниченное число кадров. Вот я щелкнул, стало 17. Погнали дальше. Что стоять? Крепление. Можно закрепиться. Кстати, у нас теперь есть веревка. Я думаю... Теперь мы сможем лазить по горам, да? Или все-таки она имеет свойство заканчиваться? Опа. Слушайте, он сам уже так не спускается. То есть мне нужно клавишу назад нажимать, он сейчас вот спускается. А я могу ее снять? Нет, назад запрыгнул. Ну ладно. Пусть остается. Он, в принципе, сказал, что веревки завались. Так, а где выход? Так что... Теперь будем лазить по горам. Так, что за херня? А что не спускается? А где пробел? Крепление. В смысле? Что такое? А, вот! Еще раз нужно веревку вязать. Вот это интересно. Я проход искал. Кстати, смотрите, там... Ага, там еще сундучок есть. Сейчас мы его откроем, посмотрим, что в нем. Есть. Все. Давайте глянем. Там что за херня? Дымок что ли идет? Или что это такое? Ящик с припасами. Откроем. Один. Два. Три. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Четыре. Вот так вот. Ну, надеюсь, он не пустой. Карту можно обновить, кстати. Давай. Карта обновлена. Что за херня? Окамененный... Окаменелый кокоть. Сообщить. А кто-то нашел окаменелость и положил ее в ящик для припасов. Ну, конечно. Херня какая-то. Камень. Блин, вообще байда. Полная хрень. Так. И куда дальше идти? Пока не пойму. Так. Ты разобил кому-то в Колораде сердце, когда устроился на эту работу? Вот так вот. Вот так вот. Так. Спуститься нельзя здесь. Я вообще-то женат. Но ты здесь. Все нормально. Просто, ну, мы делаем перерыв, чтобы немного отдохнуть друг от друга. Ага, конечно. Хорошо, на этом, кажется, мы и закончим. Спасибо. Пожалуйста. Куда мне дальше идти? Здесь закрыто все. В принципе, я думаю, по тропинке бежать нужно, да? Срежем здесь, пройдем вот здесь вот. Что за хрень там? Я не пойму. Или дым, или что? Непонятно. Погнали вот здесь вот. А мне нужно дойти до озера, да? Или просто кругами здесь бегать. Давай прыгнем. Пока вроде иду правильно. А ну и веселенькое же это занятие заставить этого сраного кренделя поднять задницу со стула. Простите? Крендель? Горячая зона. Я с горящей части леса не знаю, куда идти. Никаких следов пока нет. А, ты около Мьюлпоинт. Никто не будет разбивать лагерь в зарослях Иванчая. Рад служить. А мы знаем, что эти девушки неаккуратны. И они должны были оставить какой-то след. Понятно. Мне нужно искать след этих Бэб. Но где его найти? Фонарик. Интересно. Давайте здесь пробежимся. След, след, след. Какой след? Ну, пивная банка, скорее всего. Какой у них еще может быть след? Правильно? А что у нас здесь? Ой, слушайте. А здесь у нас закрытая зона. Забор. Сейчас сообщим. Эй, Делайла. Что там у тебя? Нашел их? А, еще нет. А зачем здесь забор? А чтобы туристы не летели вверх тормашками с тропы. И сна и службу поставил для этого здоровый пролочный забор? Пролочный забор? Да, похоже, что он окружает очень большую область. Хм, странно. Кого они там держат? И зачем? Господи, я не знаю. Может, это биологи? Как думаешь? О, пещера. Ну, они не хотят, чтобы люди шастали по их драгоценным лесам. Что такое лишайник? Тебе было бы не лишнее это знать. Господи, пока. Я прошу в следующий раз, когда буду говорить с начальством. Но этого... Этого, этого, да. Не успеваю прочитать. Фотик. Нахер мне... Нет, нет, нет. Я не могу, кстати, пройти здесь. Почему-то нет. Видимо, это не пещера. Это просто проход в скале. Очень интересно. Я не могу здесь пройти, да? Увеличить могу. Так, ну здесь мы нигде не пройдем. Здесь, короче, забор стоит. Нужно где-то обход искать. Погнали. Давайте вот параллельно забору пойдем, может быть. Забор. Забор. А как думаешь, девки могут быть за этим забором? Насколько я помню себя, противным девочкам-подросткам, последнее, что мне хотелось, это лезть через забор. Особенно, если я знал, что у меня неприятности. Да, я даже не знаю, куда туда, как там попасть. А, кстати, это странно, что они там. Ну да, ну да, странно. Куда мне идти? Надпись. Не пересекать. Понятно. Забор у нас уходит за гору. Пройти я не могу, к сожалению. Давайте вот здесь вот по тропинке пойдем. Что там такое свисает со скалы, непонятно. Веревки. Кажется, это веревки, серьезно, это веревки. Ну-ка, давайте туда залезем. Так. А, здесь мы были. Ага, мы отсюда пришли. Отсюда спустились, понятно. Ладно, в общем, давайте, наверное, пойдем или через лес, через этот сгоревший, или там можно будет налево повернуть. Послушай, просто чтобы ты знал, я не хотел переступать границы ранее, когда ты заговорил о жене. Я знаю. Я знаю, что не хотел, ты просто пытался поддержать беседу, и все. Так, расскажи мне о ней, если хочешь. Нет, не хочу, кстати. Ничего рассказывать, мне нужно найти этих баб. Здесь никаких следов нет, к сожалению. Все-таки, наверное, придется мне через этот лес идти, я не знаю, почему он сказал, что они не могли там лагерь разбить. Не могли, не могли, может они там. Здесь, здесь тоже не могу пройти. Ответ. Пофиг, она больна. Она очень больна. Меня не должно быть здесь. Хорошо, но пока что ты здесь, и это означает, что ты в норме. Да, конечно, стараюсь. Сгоревший лес. Следов нету. Вообще нету. Ветер подул, у меня что-то мурашки даже пробежали. А, сохранились. Хорошо. Так, мы сохранились. Опа, это что такое там? А, это камень, я думаю, это домик. Можно спуститься, в принципе. Карту посмотрим, найти подростков. А мы здесь. Там какая-то зеленая хрень. Давайте спустимся, я не знаю, правильно иду или нет. Пробел. Нужно их следы искать. Так, нормально, да. Идем дальше. Тишина рации опять. Ну где же, где же эти девушки? Где их искать вообще? Сохранились опять. Опять по привычке юзу и шифт, чтобы бежать. Давайте здесь пройдемся. Крепление, можно спуститься. Что за дым, не пойму. Может быть, нам туда вообще? Давайте спустимся вниз, посмотрим. Есть веревочка. Ну, теперь, я думаю, постоянно веревка будет. Это хорошо. Фонарик выключим. Спускаемся вниз. Зеленый такой длинный трос, похожий на змею. Ой, слушайте, здесь довольно высоко. Так, все. И... Переход в ущелье. Сообщить. Вау, я тут на природном мосту. Правда? Это цельная арка? О, нет, думаю, целого моста здесь нет. Тем не менее, я думаю, я могу перепрыгнуть через это ущелье. Ты настоящий evil, Кнев. Ты еще не видел мой комбинезон? То есть, можно здесь спуститься вниз? Или можно перепрыгнуть вообще вот здесь вот? Вот так вот. Давай залезем. Боюсь, что я не в том направлении иду. Но надеюсь, что все-таки в правильном. Давай, 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 поднимайся. Иду на свой страх и риск. Следов никаких я так и бабы не нашел. Так, здесь тропинка ведет, она наверх. Одна в ту сторону, вторая в эту. Куда идти? Найти подростков. А мы находимся с вами вот здесь вот. Ну и куда нам? Нужно было, кажется, к озеру. Или нет? Найти подростков. Отпустить. Давайте здесь заберемся. Наверх или... Ну, так вот можно пройти. Так, здесь можно забраться. Заберемся. Нужно найти лагерь. Ну, где он? Где этот лагерь? Непонятно. Здесь не заберусь. Следов никаких не нашел. Ой, опять спускаемся. Походу, я заблудился. Здесь что у нас? Не поймешь. Ой, кстати, здесь мы были. Смотрите, здесь открыто. Ящик с припасами. Да, 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 да. Здесь мы были. Выбросить. Нет, давайте возвращаемся назад все-таки. Наверное, назад нужно. Или сюда куда? Сейчас карту посмотрим. А, мы на... Нет, мы не туда пошли. Назад. Назад и по ущелью вперед побежим. Давай быстрее. Хрен найдешь, куда идти. Очень тяжело, кстати. Хотя, первое время было не очень тяжело. Нормально. Без каких-либо проблем. А сейчас уже заблудился. Так, где выход? Где этот чертов выход? Закрыто, закрыто. Закрыто. Эй, ты это видел? В смысле? А-а-а. Ты про стол дыма? Угу, похоже, он на юго-западе. А ты же можешь туда добраться через луг у озера? Кручу файл майл в юго-западном квадрате твоей карты. Думаешь, это те девки? Я уверен, что это их костер. Да, я бы сказал, что на 100%. Блин, им действительно пофиг, да? Так, мы здесь. Значит, понятно. Нужно было сразу идти к тому... Вот, дым. Тонкий столб дыма. Так, я вижу столб дыма. Отлично, отправимся к ним. Да, из жару. Погнали. Ну чё, может быть, нам следовало так круглявым пройти, чтобы всё-таки... В итоге обнаружить этот дым. Хотя я его раньше увидел. Очень странно, почему сразу туда не отправили. Погнали. И нужно было, конечно, по ручью идти, да. Зря я сюда наверх поднялся. Сейчас попробуем всё-таки... Спуститься вниз снова. Так, здесь я пройду. Нет, не могу. Тропа заблокирована. Расчистить. А как расчистить, кстати? Ну-ка. Сообщить. У меня здесь заросшая тропа. Да, такие будут встречаться. Так что это проблема, если я захочу по ней пройти. Проблема до тех пор, пока ты её не расчищешь. Класс, но если найду нужные инструменты, то добавлю с удовольствием к моему бесконечному увеличивающему списку обязанностей. То есть мне нужны здесь инструменты, я не могу без инструментов её расчистить. Ясно. Ладно, пойдёмте здесь вот. Пока побежим. Так, сохранились прямо к этому дыму. А где он у нас? Вон он, да. Слушайте, я его давно уже заметил, говорил об этом. Здесь не спуститься. Вот здесь вот тропа есть. Надеюсь, здесь только не один ход есть у нас. Ага, есть, вот. Скорее всего, вот эта вот поляна, о которой она говорила. Сейчас мы через неё пройдём. И вон дым. Так, 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 это хорошо. Магическое кольцо. Сообщить. Вау, здесь старое МКЖ это называется Магическое кольцо. Ну да, его сделали американские индейцы народа Кроу. Небольших здесь много. Ты когда-нибудь был у Монумента Магического Кольца в Биг Хоран? Нет, я точно не был. Понятно, в общем. Это старое, типа, пепелище. Осталось от индейцев. Здесь не пройти. А, вот тропинка. Нет, не заберусь. Или вот здесь вот даже, может быть. Тоже нельзя забраться. Интересно. Так, вот тропинку нашёл. Опять заблокированы кусты, мне не дают пройти. Вот так вот. Дымок, дымок, дымок. Вижу дымок. Попробуем вот здесь вот пройти. Да. Есть, 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 есть. Нашёл всё-таки. Очень странный дым. Похож на тонкий стол дыма. У неё болезнь Альцгеймера. Эминетция. Она спрашивает про жену, чё с ней, типа. Ого, сколько ей было? А, сколько сейчас? Она жива, живёт с семьёй в Мельбурне, Австралия. Ей 43. Ещё спуститься надо. Дерьмо. Ну да. Спускаемся вниз. Пробел. Давай. Вот так вот. Далеко же они забрались, эти бабы. Хер, найдёшь их. Но подсказки всё-таки выдаются. Нужно было сразу бежать к этому дыму. Хотя, может быть, если бы я не вернулся к дому, эта баба мне не позвонила бы, не сказала, чтобы к дыму идти. Так, бежим дальше. Хорошо всё-таки, что бежать ещё можно. Это плюс. Крепление, крепление. Так, или сюда спуститься, или можно пройти вот здесь. Вот сейчас посмотрим. Попробуем вот здесь вот по тропинке пойти. Где-то дым был с левой стороны. Я его уже не вижу почему-то. А почему? Очень странно. Надеюсь, я могу забраться. Нет, не могу. А здесь тоже. Сейчас немножко обойдём этот холм. Если не получится, придётся идти назад и сворачивать к той тропинке. Хотя, слушайте, вот, кстати. Да, это озеро. Помните, вот здесь вот ещё мы находили шмотки. Их не валялись. Так, так, так. Попробую обойти здесь вот. Через озеро. Сюда вот могу свернуть куда-нибудь? Нет, не могу. Давайте к озеру подойду сейчас. Вот так вот. И пройти где-нибудь. Вот здесь вот. Подняться не могу. Подняться не могу. А если по озеру? Вдоль озера не смогу пройти? Неа. Не могу пройти. Понятно. Возвращаемся назад. Придётся нам спускаться. А там можно было спуститься. Назад, 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 дружок. И в другую сторону повернуть. Ага, так, выход. И вот нам налево нужно свернуть. Где-то здесь был поворот у нас. Где-то здесь вот. Блин, одни ветки и кусты. Ага, вот в эту вот сторону кажется. Так, где-то здесь вот выход был. Хренеть, ну и лес. Жалко, что прыгать нельзя на пробел, когда нажимаешь. Дайте мне выход. Был же выход. Или я профукал опять. Ах ты, божечки ты. Вот выход, да. Крепление. Спускаемся вниз. Закрепить. Немножко поплутали, но я думаю, сейчас всё нормально будет. Так, прыгаем вниз. Прыжок. Да, верёвки он, наверное, взял километров пять. Везде оставляет. Я думал, он будет как-нибудь, может, сматывать или обрезать хотя бы, но... Он просто её оставляет. Надеюсь, они потом не исчезнут, и можно будет по ней забраться. Она не исчезла? Нет, пока. Ладно, бежим. Сохранились, всё. Идём правильно. Так, как вы познакомились? Давайте скажем. Мы встретились в баре. Ммм, колыбель современного романса. Я наткнулся на неё, сказал, что она милая, и всё. Он просто пикапер 90-го левела. Я был пьян. Ну где дымок? Не понял. А в этой локации мы с вами ещё не были. Вернее, в этой точке карты. Сейчас мы её обновим, здесь что-нибудь возьмём. Ящик с припасами. Открыть. Так, один. Два. Три. Четыре. Посмотрим. Хоть какую-нибудь ракетницу бы дали. Так, обновить карту. Давай, черти. Карта обновлена. Шишка. Чё же сюда шишки-то все кладут? Ой-ё-ё, три шишки. Всё, больше нету ничего. Я потерял, кстати, этот дымок. Его больше не видно. Ну погнали по тропинке. А, пышные леса. Надо сообщить. Фух, до такого жаркого лета, как сейчас, это место выглядит слишком пышным. О, должно быть ты говоришь о бочиной роще. Да, кажется, именно здесь. Это деревья, кстати, цельный организм с единым корнем. Ты это знал? Нет, не знал. Они не знали? Нет. Кстати, вот ручей, вдоль которого нам нужно было идти, в принципе. Я думаю, правильно идём. Ну где же, где же, где же, где же, где же этот дымок-то? Идём вдоль ручья. Дымок, кстати, пропал почему-то. Непонятно, почему пропал. Банка. Есть. Сообщить. Нашёл ещё одну банку, кажется, я на верном пути. Принято. Погнали. Всё верно. Ух ты. Смотрите, водопадик небольшой. Водопад. Кусок ткани. Сообщить. Здесь какая-то тряпка, похоже, что её откуда-то вырвали. Странно. Я продолжу осмотр. Не могу её взять? Нет. Водопад. Можно о водопаде сказать? Здесь рядом очень красивый водопад. Учитывая любовь тех девочек к купанию, ногишом они точно рядом. Ахаха. Ну да, они, кстати, где-то здесь. Кстати, я могу по воде ходить. Класс. Могу вот на другую сторону пройти. Может быть, наверх забраться? Если это возможно. Нет. Здесь тоже не пройти. Здесь тоже. Может быть, в водопад в этот можно зайти? Сейчас посмотрим. Может быть, там какая-нибудь пещера есть? Или просто-напросто в другую сторону. Пойдём. Сейчас глянем. По порогам я... Нет, пройти не могу. Водопад. Вот здесь вот, может, вход есть? Нет, я не могу пройти. Не-а. Ладно, давайте порыщу где-нибудь вот здесь вот. Ух ты. Какой камушек. Фонарик. Бесполезный фонарик. Сохранились. Отлично. Мы на верном пути. Опа, очки. Костёр подростков. Нашёл. Сообщить. Я вижу лагерь. Кажется, они разводили огонь. Это точно они? Похоже на то. Готов поклясться. Они придачили сюда четыре яичка пива. В смысле выследи их. Не дай им себя обнаружить. Ну и работёнка. Яичк пива. Я вышел... Вошёл в подростковую зону. Костёр затушить. И правда, и где они? Затушить. Давай, давай, туши. Вот так вот. Затушить. Чё, не потух ещё? Ладно. Бельё. А, нашёл моё бельё. Так, это они вломились к тебе на вышку. Похоже на то. Ящик пива. Журналы. Палатку смотреть можно. Палатка. Их палатка выглядит так, как будто её пропустили через... Чью-то жопу. Кто это мог сделать? Медведь, я не знаю, звучит безумно, но это мог быть олень. В пике, который запутал... Заплутал. Вот так вот. У тебя есть фотоаппарат, да? Было бы неплохо сделать несколько снимков, на всякий случай. Да, хорошая идея. Кстати, кто-то порвал их палатку, не знаю кто. Нужно нам сделать пару снимков. Есть. Ну, ещё один. Вот так вот. Готово. Хватит. Записи. Посмотрим. А, вот, нажать. Чтобы читать записку. Нажмите Q. Нажимаю. Ничего не происходит. Спальник. Их здесь точно нет. Откуда ты знаешь? Девчонки оставили кому-то мне, наверное, записку. Что у меня здесь сказано? Они угрожают вызвать полицию, потому что думают, что я на них напал. О мой бог. Так это правда? Нет, вообще-то. Нет, я этого не делал. Ясно, кто-то или что-то разрушил лагерь, но это был не я. Потому что я тебе говорил напугать их, а не нападать. Да, я взял виски у озера, но это было своеобразной платой за беспокойство. Но это другое, я тебя не виню. Это не знаю, чертовски странно, но это был не я. Хорошо, я тебе верю. В лесу случаются странности, это могло быть другие туристы, у них мог быть жуткий приход от грибов. Мы не знаем. Но они ушли отсюда, нельзя вызвать копов, нужно разобраться самому. Ладно, разберемся. Спальный мешок, день третий. Вау, в общем, поняли, кто-то порвал палатку, ихнюю, кто-то их спугнул. Интересно, кто бы это мог быть, может быть их похитили, может быть бегает маньяк, может быть инопланетяне, может быть чудовище какое-нибудь. Мы пока не знаем. Тем временем мы с вами вернулись назад, а найти доски для ремонта внизу. И заколачиваем, значит, окна, да? Ну чё, давайте, наверное, войдем, сохранимся. Очень интересно у нас получается как бы расследование, да? Сохранить игру. Сохранились. Продолжим мы в следующей части. С вами был, как всегда, Турбо-Ежик. Кому нравится эта игрушка, ставьте лайки и постараюсь выпускать побыстрее. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok